Добрый день. Вас приветствуют разработчики игры Райп. В этом ролике мы расскажем вам о нашей игре, познакомим с командой, а также посвятим вас в планы разработки игры. Итак, путь. Работать над игрой мы решили по следующему сценарию. Выбрать пригодный движок для игры. Создать на нем игровую демо-версию. Вывести весь контент на качественный уровень. Выстроить на этой основе тот геймплей, что мы задумали. Итак, мы прошли все стадии с исключением финальной. Мы близки к качественной демо-версии, а версию со стандартным геймплеем уже можно увидеть в нескольких видеозаписях в сети. Следует учесть возможность движка игры использовать технологию Oculus Rift. Для нее в том числе ведется довольно необычная проработка деталей и самого геймплея. Скажем, можно будет видеть тело персонажа, которым вы играете, а также возможно взаимодействовать с ним. Будет введена система кастомизации оружия, дающая возможность использовать даже одни и те же модели в разных комплектациях. Помимо обычных способов огневого взаимодействия, будет также возможность совершать казни, используя для этого практически любое имеющееся оружие. В случае нападения на противника со спины можно будет увидеть зрелищную казнь. Каждая успешно выполненная казнь будет вознаграждаться. Также введена возможность частичного разрушения различных объектов. Нами предпринимается смелое решение – перевести мобо-геймплей в среду шутера от первого лица. Основы геймплея обычных мобо-игр будут сохранены, но добавится множество интересных решений и фич от шутерной составляющей. Скажем, игровая карта будет иметь теперь несколько графических вариантов, сохраняя свою привычную схему путей. Героями станут солдаты, участвующие в конфликте, а на замену башням приходит большое количество построек, либо же видов военной техники. Причем одной целью, которую нужно будет уничтожать, может быть вполне и не один, а цель взаимосвязанных объектов. Во время боевых действий все люди ведут себя по-разному. Одни проявляют трусость, другие бесстрашно бросаются в бой. Третьи совершают подвиги и становятся героями. Ими мы и будем играть. Каждая сторона имеет свои отличительные признаки во внешнем виде персонажей, цветах их амуниции. Каждый герой обладает уникальными, присущими только ему навыками и умениями. Героями будут как рядовые солдаты, так и вовсе необычные личности. На этом пока все, а в следующем видео мы расскажем вам о варгейме в нашей игре, подробнее о героях, а также немного истории игрового мира.